И еврейская сторона, и арабская сторона знают, что мира на Ближнем Востоке не будет до судного дня. И обе стороны настроены на долгосрочное, стратегическое, тысячелетнее противостояние, потому что они движимы священными текстами, Торой и Кораном. Это говорит о стратегической победе Хамас над военным кабинетом на Таняху. Для Хамас победой является не малое количество жертв, не оккупация израильской территории, а стратегической победой является то, что Израиль уже не может победить это повстанческое движение. Хотя раньше Израиль громил по несколько арабских армий за шесть дней. И сейчас Хамас, если добьется, во-первых, прекращения огня на своих условиях, и если он добьется в долгосрочной перспективе неизбежного признания государства Палестина со стороны США, то считайте, что в этом противостоянии побеждает Хамас. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Продолжаем работать в эфире, продолжаем обсуждать то, что происходит в России и в мире. Игорь Воровский, Данил Гусельников в студии. Поговорим про Ближний Восток. В Израиль Энтони Блинкин, госсекретарь американский, приехал и проводит переговоры с Беньямином Нитаньяхом. Насколько мне известно, эти переговоры продолжаются прямо сейчас. Ну, а до этого он заявлял, что переговоры, которые параллельно ведутся между Израилем и палестинским движением Хамас, представляют собой, возможно, последнюю возможность вернуть заложников, добиться прекращения огня. Добавлю, что это девятый визит на Ближний Восток Блинкина, начиная с 7 октября. Публицист, политолог, старший научный сотрудник Института Востокове Деньяран, Руслан Курбанов у нас на связи. Руслан, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот смотрите, Блинкин девятый раз приезжает в Израиль 7 октября. Предыдущие восемь раз переговоры, ну, насколько я понимаю, особо ничем и не увенчались. Так, может быть, это Блинкин плохой переговорщик, может быть, уже пора на Америке кого-то другого отправить, а он туда ездит и ездит в Израиль, и результат-то и здесь не будет. Во-первых, это не Блинкин плохой переговорщик, это такие отношения США и Израиля, что Натаньяху может обладать властью в Белом доме даже больше, чем многие функционеры, высокопоставленные в Белом доме. Даже больше, чем сам Блинкин. Поэтому Натаньяху добивается, упорно добивается своей цели остаться на гребне вот этой вот продолжающейся войны, растянутой во времени, в которой он придумывает все новые и новые поводы, по 10 раз заходит в одни и те же зачищенные районы. Уже солдаты устали в круговую заходить, то на север, то на юг, то в Хан Юнус, то в сам город Газа. Натаньяху нужно досидеть в своем кресле до прихода Трампа в Белый дом. Вот что он делает. Он срывает переговоры, он пересматривает условия, он придумывает все новые и новые требования, которые неприемлемы для Хамаса. Раз за разом срывает переговоры. А Блинкин тогда зачем приехал? Чтобы что сделать? Дело в том, что Демократическая партия США рассчитывает победить на этих выборах. Для того, чтобы Камала Харрис смогла победить, пока еще политик без содержания, без международного опыта, чтобы она могла победить, избирателю нужно предъявить громкие достижения и победы. Одной из побед они будут считать принуждение России к прекращению огня на специальной военной операции, а другой победой будет считать достижение мирного договора о прекращении огня между Израилем и Палестиной, между Хамас и освобождение заложников. Они теперь будут выкручивать руки Натаньяху, которого они терпеть не могут, потому что Натаньяху опирается на противоположную партию, на республиканскую, опирается на Трампа, на их противника и жаждет победы Трампа. Они будут ему выкручивать руки так, чтобы Натаньяху согласился на подписание соглашения о прекращении огня и об освобождении заложников. Вы видите, что сейчас, в последние месяцы, количество жертв резко снизилось со стороны палестинцев. Если в первые месяцы противостояния, уничтожение палестинцев шло массово, бомбежками, первые недели жертвы росли прямо тысячами, тысячами, тысячами и быстро приблизились к 30 тысячам. От 30 до 40 количество жертв растет уже медленно. Это говорит о чем? Это говорит о том, что США начинает связывать по рукам Натаньяху, и он уже не может действовать настолько массированными ударами и постепенно осознает, что ему придется пойти на соглашение. У него сейчас нет другого варианта, потому что если он не пойдет на соглашение, то США перестанут ему поставлять оружие, перестанут поставлять ему систему вооружения и перестанут держать свой флот в Средиземном море и в Красном море, чтобы давить на Иран. Да, еще важная информация о том, что США фактически оказали очень серьезное давление на Тегеран, чтобы они не наносили ответный удар. И это тоже предъявляется Израилю, Натаньяху, что вот видите, мы удержали Иран от ответного удара, мы делаем все для того, чтобы перед выборами достичь такого продолжительного замерения на Ближнем Востоке и предъявить это как победу демократов для того, чтобы обеспечить нужные голоса Камале Харрис. Ну, давайте вспомним об еще одной стороне конфликта, это Палестина и конкретнее движение Хамаса. И вообще, когда говорится о мирных переговорах, почему-то всегда начинается разговор с обмена заложниками, и что вот это тот самый кирпичик, на котором можно построить фундамент долгосрочного мира и прекращение огня. Но ведь, смотрите, заложники израильские, это, наверное, одна из главных карт в руках Хамаса против Израиля. Если они их отдадут, то крыть-то будет нечем. Зачем Хамасу идти на этот обмен заложников? Я абсолютно согласен. Хамас после того, как был обменен Гелад Шалит, ефрейтор Цахал, на почти тысячу палестинских узников, палестинцы поняли, в чем, как бы, Кащеева смерть Израиля, в чем Кащеева игла Израиля. И на очередном цикле противостояния они взяли уже больше сотни заложников. Сейчас Натаньяху пытался изобразить освобождение заложников, пытался добиться уничтожения Хамаса, уничтожения туннелей, полной оккупации сектора газа. Ни одной из этих целей он не добился. Это говорит о стратегической победе Хамас над военным кабинетом Натаньяху, над Цахал. Для Хамас победой является не малое количество жертв, не оккупация израильской территории, а стратегической победой является то, что Израиль уже не может победить это повстанческое движение. Хотя раньше Израиль громил по несколько арабских армий за шесть дней. И сейчас Хамас, если добьется, во-первых, прекращения огня на своих условиях, и если он добьется в долгосрочной перспективе неизбежного признания государства Палестины со стороны США, то считайте, что в этом противостоянии побеждает Хамас. Потому что мировое еврейство устало от Израиля, который вечно воюет по периметру со всеми своими соседями. Мировому еврейству нужно спокойствие и... Честно говоря, и еврейская сторона, и арабская сторона знают, что мира на Ближнем Востоке не будет до судного дня. И обе стороны настроены на долгосрочное, стратегическое, тысячелетнее противостояние. Потому что они движимы священными текстами, Торой и Кораном. Поэтому мировому сообществу нужно придумать такие рамки безопасности, которые гарантировали бы, чтобы снова не произошло обрушение региона во взаимную вражду и взаимное уничтожение и истребление. А это единственное решение для этого, это создание единого государства для евреев и арабов с названием Байт Макдес или Байт Микдеш, священная земля, священный дом. И тогда евреи, арабы, христиане смогут жить в мире под присмотром, под гарантиями мирового сообщества достаточно длительное время. Спасибо вам большое, публицист по лету. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Субтитры сделал DimaTorzok